Красивая женщина, грамотный специалист, опытный наставник, любимая мама и бабушка, добрый и позитивный человек. Наталья Спивакова гармонично сочетает в себе все эти качества. И до сих пор дарит людям лучшее, что у неё есть – знания, навыки, поддержку. Наталья Юрьевна преподает математику в Армавирском педуниверситете уже более 40 лет. Сейчас ей 70, но уходить на заслуженный отдых не собирается. Помимо чтения лекций студентам, она ведёт дополнительные занятия в Армавире и разных районах Кубани, готовит старшеклассников к ЕГЭ, помогает школьным учителям повышать квалификацию. Наталья Спивакова говорит, что любит свою профессию и черпает в ней жизненные силы. Работа мне интересна. И получая определенные результаты в этой работе, я получаю стимул для продолжения этой работы. И сидеть дома – это совершенно не для меня. Я гораздо лучше себя ощущаю, когда я в процессе. Это поддерживает, бодрит, естественно. Создаётся ощущение всё-таки нужности, востребованности. Владимир Сапегин считает, что обязан Наталье Юрьевне своими отличными знаниями. Она преподносит материал так, что просто не остаётся невыясненных вопросов. С ней интересно. Она искренне переживает за успехи студентов и любит свою работу. По её энергетике, как она читает лекции, как она проводит занятия и не скажет, что ей 70 лет. Мало преподавателей, которые работают за идеей. А вот Наталья Юрьевна – это тот человек, который преподносит материал просто потому, что ей это нравится. То, что она хочет, чтобы другие студенты, люди, учителя знали намного больше. Наталья Спивакова вырастила целую династию педагогов. В одном с ней вузе работают дочь и внучка. Мария Мозговая сказала, что в семье даже не стоял вопрос, выйдет ли бабушка на пенсию. Все понимали, она не захочет оставить работу и свой насыщенный образ жизни. Наталья Юрьевна остаётся в авангарде и на кафедре, и в семье. Очень любит готовить, очень любит принимать гостей. И, конечно, любит различную литературу, любит музыку, любит театры. Она всегда вдохновляет своим жизнелюбием, своей активностью. Мария гордится своей бабушкой. Её любят студенты, ценят коллеги. С ней интересно всем и нет места унынию и увяданию. Моя личная позиция в том, что пока человек активно занимается, ну, профессионально или какой-то иной деятельностью, да, чем ему там нравится, он как-то действительно проходит старость, как-то немножко, ну, не мимо него, скажем так, этого человека, ну, а как-то легче это всё переносится. И человек сохраняет ясный ум. У Натальи Спиваковой большие планы. Педагогическая наука не стоит на месте. Нужно осваивать новые методики, идти в ногу со временем. Она готова, потому что собирается ещё долго оставаться в строю. Влада Волошина, Евгений Халманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.